Коллеги, мы начинаем сегодня новую лекцию о искусственном интеллекте и МВП-2 нашей системы. Сегодня мы рассмотрим очень непростую тему, которая у нас идет шестым номером. Называется она «Объектно-функциональная модель». Не та модель, которую мальчик склеил в клубе, а самая, что именно есть, объектно-функциональная. Эта тема относится к формулам, которую мы начали рассматривать на прошлом занятии. И объектно-функциональная модель, как вы должны понимать, разделяется на два подмножества. Первое подмножество называется «Объекты». Второе называется «Функции». Итак, объект у нас всего лишь один. Это объект под названием «Пациент». На самом деле на текущем этапе один. Потом, возможно, сделаем объект «Пациенты» в будущем. Для чего? Для того, чтобы дать возможность анализировать и проводить какие-то исследования на группе пациентов. Отнесем это к МВП номер 3. Соответственно, у пациента есть дневник и характеристики, то есть анамнез. Дневник у нас состоит из «События», «Воздействия» и «Измерения». Соответственно, у этих полей тоже есть свои атрибуты. Они у нас одинаковые. Это наименование, интервал времени, когда происходят характеристики и цвет. Ну, а у характеристик, это у нас, подскажу, анамнез. Так, и в дневнике у нас есть еще характеристики дня. Очень много я написал слова «характеристики». И здесь у нас общее описание, цвет фона и опять список характеристик. Четвертый раз. Так, соответственно, это у нас получается некий АТД, который должен быть доступен для инженера по знаниям или того, кто будет разрабатывать формулы в составе базы знаний. Соответственно, функции. Функции у нас должны выполнять следующие требования. Функции должны предоставлять API. Для картриджей назовем их так. Ну, картриджи мы потом рассмотрим. Плагины они еще называются. И функции должны быть определены в синтаксисе Хаскева. Правда, мы возьмем только некое подножество в синтаксисе Хаскева. Возьмем только определение. Только определение функций. То есть, не будем определять никаких типов данных, никаких классов и так далее. Все, что предоставляет. И у нас будет стандартная библиотека. Которая позволит обрабатывать списки. Синтаксическую манипуляцию со строками производить. Арифметика, конечно. И статистика. Вот это все нам нужно реализовать для того, чтобы полноценно выполнять формулы в нашей системе. Все.